ККР-24 Технологии Всего лишь 720 точек ПИ Микроскоп оставляется вот в такой компактной упаковке скромной Невозможно переоценить удобство работы прибором с пульта Но вот батарейки конечно хотелось бы что здесь были не такие плоские как шайба а в стандартах 3А Характеристики блока питания это входное переменное напряжение от 100 до 240 В с частотой 50 Гц и выходное постоянное напряжение 12 В с выдачей тока в 1 А Разъем от блока питания имеет диаметр примерно 5,5 мм Камера голова микроскопа имеет компактный размер но достаточно увесистый так как корпус изготовлен из металла скорее всего это анодированный алюминий Сбоку можем видеть слот для микроистик карточки так как микроскоп позволяет записывать видео Для подключения микроскопа к компьютеру или ноутбуку предусмотрена USB выход или же можно просто подключиться напрямую к телевизору или к монитору для этого предусмотрена выход HDMI Резьбовая вставка для крепления на штатив Объективы похоже они имеют универсальное посадочное гнездо поэтому будем снимать с микроскопа 720p и устанавливать на новый микроскоп Поводом замены камеры микроскопа служили две причины Первая причина это как говорил ранее низкое разрешение 720p И вторая основная причина то что микроскоп имеет низкое рабочее расстояние Объектив хоть и позволяет регулировать рабочее расстояние все же диапазон регулировки расстояния остается маленьким что-то в пределах 6-8 см Но если этот объектив подружить с новой камерой то тут уже появляются чудеса Расширяется рабочее расстояние и можно увеличить почти до 150 мм рабочего расстояния Микроскопом пользуюсь не так часто поэтому иногда он вмещает на рабочем месте приходится убирать со стола потом снова таскать и чтоб этого не делать взял вот такой крупный тяжелый штатив советский с ним уже можно не меняя положение самого штатива спокойно отодвигать в сторону отдельно камеру отворачивать для стыковки советского штатива и современного микроскопа не подходят посадочные места соответственно придется нам подгонять их под друг друга для этого будем вытачивать промежуточную втулку все идеально подошел нормально подогнано теперь будем смотреть прибор в рамках в комплекте с данным объективом получается идеальный микроскоп и для ювелира и для радиоэлектронщика и в принципе для использования пчеловодства для первого эксперимента установим рабочее расстояние на 50 мм хотя можно приблизить еще больше вручную подстраивая фокус можно поймать идеальную картинку так как микроскоп имеет высокую частоту 60 герц то при перемещении не наблюдается никаких задержек рывков все работает плавно и четко без опаздываний можно спокойно разглядеть даже самые мелкие элементы на платье неспективные мы поможем чтобы мы забыли Теперь для второго эксперимента меняем в работе расстояние примерно 145 миллиметров, но при этом видим что та же самая плата она отдаляется, при этом надо обязательно еще подстроить фокус и как видим на экране можно увидеть одновременную работу разницу на разном рабочем расстоянии для настройки заходим в меню для этого нажимаем центральную кнопку в выпадающем окне выбираем первую строку в данной строке будем выбирать язык из предложенных трех вариантов 1 это английское и 2 скорее всего это китайские языки на обычном китайском и на традиционном китайском языке оставим более-менее понятный английский язык далее идет раздел line set настройки линий строка crosshair позволяет включать и выключать вертикальную и горизонтальную линию с нанесенной разметкой она пока она не нужна поэтому включаем строка line позволяет выставить нужное число линий в разделе direction выставляем вертикальное положение это положение линии на экране а с помощью строки позиция можем менять значение и тем самым перемещать эту линию видно или нет не знаю но она еле-еле заметно на экране строке color можем придать любой цвет этой линии и в крайней строке thickness меняя положение можем придать толщину линии установив положение 4 теперь она четкая и ясная и с помощью позиция можем снова менять позицию на рабочем экране и в строке direction как можно видим менять с вертикального на горизонтальное положение линии следующая строка это экспозиция также можно регулировать можно оставить в автоматическом режиме на мой взгляд намного быстрее подстраивать цвет яркость с помощью регулятора от светодиодного светильника в разделе awb тут можно выставлять менять цветовую температуру при желании подобрать оптимальное цветовое решение более приятное для восприятия глаз мне все же больше нравится то как прибор определяет в автоматическом режиме поэтому оставляем заводское значение траке color можем поменять цветную картинку на черно-белую в разделе frequency можем устанавливать частоту вплоть до 60 герц следующая строка формат это для форматирования micro sd карточки она сейчас не активна так как у нас не установлена карта памяти record сайз это режим подбора разрешения 4 варианта записи это первое самое низкое разрешение 720p с частотой 60 герц второе разрешение полноценное full hd с частотой 60 герц третье разрешение это уже стандарт 2к но уже с более низкой частотой в 30 герц и вполне себе камера справляется с записью 4к картинки видео но уже с более низкой частотой 25 fps этого в принципе достаточно для видео роликов и так далее но для комфортной работы этого будет мало в разделе resolution можно выставлять в мегапикселях и в точках как видим разрешение не буду ставить слишком высокое так как при обработке тоже придется задействовать еще больше ресурсов но факт в том что микроскоп позволяет делать очень высоком разрешении фотографии раздел mirror image позволяет изменять картинку зеркальном отражении как по горизонтальной ориентации так и по вертикальной ориентации в разделе дата можем выставить либо просто дату либо дату со временем либо просто отключить следующий раздел дата позволяет уже вывести картинку на монитор в том числе и время и дату далее идет раздел system системные настройки в первом нападающем окне строка факторы GSEP это завод свой сброс настроек далее идет system info системная информация где отображается версия прошивки программного обеспечения также и дату релиза и еще раздел карт info так как у нас не установлена карточка micro sd то тут соответственно показать no card отсутствует карта памяти в разделе монитор можем выбирать формат отображения картины выбор монитора то есть может быть широкоугольный и обычный классический прямоугольный монитор и все оставшиеся разделы это выбор режима измерения яркости контрастности и других настроек связанные с четкостью и яркостью отображения информации картинки также небольшой пример практического применения данного микроскопа в пчеловодстве смотрим структуру суд который нарастили пчелы честно говоря я не ожидал вот такого результата сохраняется вот такая абсолютно идеальная картина это возможно благодаря современному установленному сенсору матрицы в камере который принимают с отличным световым без всяких артефактов и идеальной четкости считаю что микроскоп получился очень удачный и теперь хочу показать что прибор может работать компьютером напрямую добавляем новое устройство вводим название микроскопа пусть будет это full hd камера 1080p нажимаем ок и сразу картина на экране далее впадает вот такое окошко где можно настраивать куча всего возможного это очень много настроек поэтому и поэтому описывать не вижу смысла так как лучше каждый для себя пусть подстраивает под конкретную задачу потому что у всех могут быть разные операционные системы версии и даже задачи по которой будет настраиваться данный микроскоп и хочу сказать что спасибо вам за терпение за просмотр и вроде как все рассказал показал хотелось бы еще в целях развития нашего канала что написали комментарии поставили лайк подписались обязательно и всем спасибо за просмотр всего доброго и выйдя на сегодняшний день пока здесь же он чувствует